Всем привет! Меня зовут Ира, и вы на моем канале Волантин Мии. В сегодняшнем видео я хочу поделиться самыми последними новостями из Нидерландов. Что у нас новенького, на что повысились цены, и вообще, что происходит в стране на данный момент. Всем, кто здесь впервые на моем канале, во-первых, добро пожаловать. Здесь я рассказываю про такую страну, как Нидерланды. Также есть уроки нидерландского языка, поэтому, если тебе такие темы интересны, обязательно подписывайся. Ну, а что же новенького у нас в стране? С 1 июля у нас повысились цены на бензин. Я буду немножко подглядывать, подготовила для вас всю информацию. Итак, за бензин вы примерно будете платить сейчас на 14 центов больше за литр, а за дизель цены поднялись на 10 центов за литр, опять же. Ну, это, конечно же, не очень положительное изменение в стране. Тем более, когда ты знаешь, что, например, в Германии этого не произошло, либо, может быть, даже и произошло, но все равно у них за литр вы платите намного дешевле. В Нидерландах же цены подскочили. Мы живем на границе с Германией, поэтому по возможности мы будем ездить туда заправляться, и это намного выгоднее. Вот, ну, а у людей, которые живут, конечно, далеко от границ с Германией, у них такой возможности нет, им придется платить теперь за бензин намного больше. Еще изменения с 1 июля. С 1 июля, если я захочу, например, доставку на дом еды заказать, либо я пойду в кафе и где-то закажу себе еду на вынос, я теперь буду платить дополнительно за пластиковые приборы, пластиковые стаканчики, либо пластиковые такие упаковки, где, например, находятся суши, либо картошка фри и так далее. Это новый закон, хотят они бороться с употреблением пластика, чтобы люди меньше использовали пластик в повседневной жизни. То есть, с 1 июля все предприниматели, вот у которых есть кафе, рестораны, они обязаны с нас, с клиентов, брать определенную сумму за свои вот эти пластиковые приборы и упаковки. Как это все работает, какие суммы с нас будут брать, сейчас я вам примерно скажу. За пластиковый стаканчик с вас будут брать 25 центов, за такую упаковку, коробку такую пластиковую, где, например, иногда кладут картошку фри и майонез, за нее будут брать по 50 центов, либо за какую-то более большую упаковку, и за такую маленькую пластиковую упаковочку, например, где находится соус, либо какой-то салатик маленький, будут брать еще по 5 центов. Наверное, вилки и ножи туда же относятся, мне кажется. То есть, представьте, вы заказываете что-то на 7 евро, и плюс еще у вас будет плюс евро где-то примерно, если у вас есть там пластик, какие-то пластиковые стаканчики и так далее. То есть, ну, минимум 50 центов вы будете доплачивать просто так. Люди, конечно же, все были против, как предприниматели, так и клиенты. Клиенты говорят, вы не можете просто так с нас брать деньги, я плачу за еду, а не за упаковку еды, да. И поэтому люди говорят, мы будем брать, например, свои собственные какие-то тарелки из дома, либо кружки, свои стаканы, которые можно использовать много раз. И пускай, например, мне милкшейк в Макдональдс нальют в мой собственный стакан, а не в их пластиковый стакан, за который я буду платить. То есть, вот так уже люди реагируют. Многие предприниматели тоже против, потому что они говорят, наши клиенты просто будут злы на нас. Каждый раз использовать чьи-то стаканчики, это не гигиенично, конечно же. И потом это неудобно, когда много людей, много заказов, откуда мы знаем, чья это коробка пластиковая здесь лежит, или чей стаканчик из дома принесенный. То есть, это, конечно, не работает, но есть такая альтернатива, то есть, либо вы берете с ваших клиентов деньги за пластик, либо вы меняете пластик на какие-то экологичные упаковки. Есть такой снэк-бар, если вы живете в Нидерландах, и вы уже знаете, что такое снэк-бар, это такой ресторанчик, где можно купить разные снэки голландские. Так вот, они уже 7 лет назад перешли с пластика на более такие экологичные упаковки. И у них, например, приборы из бамбука, из сахарного тростника, у них сделаны упаковки, куда они кладут еду. То есть, они уже давно на эту систему перешли, и для них ничего не меняется. За эти приборы вы, как клиент, не должны ничего доплачивать, да, только за пластик. Кстати, сюда же относятся и стаканчики от кофе на вынос, например, которые, в принципе, напоминают то, что они сделаны из какого-то картона, из бумаги, но на них есть такой тонкий слой пластика, для того, чтобы они просто-напросто не протекали. Они тоже, за них тоже надо будет доплачивать, по-моему, по 25 центов, так как они тоже являются пластиком. Как по мне, это немного странный закон, потому что в соседних странах нет такого закона, и там пластик везде. Просто-напросто, почему маленькие Нидерланды должны это на себе, как говорится, нести эту ношу, бороться за чистый мир, за экологию, когда другие страны этим не занимаются. Я уже считаю, тогда и другие страны тоже должны нам помогать в этом. Ну ладно, это только мое мнение. Конечно же, многие видят в этом позитивное что-то, что мы все-таки помогаем природе и так далее. Ну и многие, конечно, не согласны, потому что возникает сразу же вопрос. В супермаркетах все в пластике. Мясо, салаты, йогурты, я не знаю, молоко. То есть, все-все-все в супермаркетах в пластике. Почему тогда там не надо доплачивать, а вот в этих ресторанчиках нужно? Но вообще я слышала, что, по-моему, в супермаркетах тоже втихаря поднимают цены на упаковки, где использован пластик. То есть, по-моему, по цену там где-то вы точно будете немножко доплачивать. Раз уже мы заговорили о пластике, хочу, конечно же, напомнить, что в Нидерландах вы можете сдавать пластиковые бутылки. Например, от напитков газированных, от разных напитков и также от воды. Вот, то есть, это не касается упаковок пластиковых, например, где молоко. Но вообще, чтобы проще вам было, если вы видите вот такой значок на бутылке, это значит, что она, что ее можно сдавать, что она подходит под категорию бутылок, которые можно сдавать и получать за них назад деньги. По-голландски Stati Health. То есть, если вы видите такой значок, знайте, что бутылку можно сдать. Если бутылка до литра, то есть там 0,5, 0, еще что-нибудь, да, то есть эта бутылка будет за нее вам возвращаться 15 центов за одну бутылочку. Если бутылка от литра и больше, за нее вы получите 25 центов назад. То есть, представьте, сдадите вы уже несколько бутылок, вы можете уже на эту сумму снова что-то купить, новый напиток, например. То есть, не забывайте сдавать бутылки, это очень важно. Я, например, собираю свои бутылки в чулане у нас, в пакет такой кладу их, собираю, и когда накапливается достаточно большое количество, я просто иду за покупками в супермаркет и сдаю эти бутылки, получаю деньги, такой талончик, и с этим талончиком я расплачиваюсь тоже на кассе, и у меня, получается, снимается эта сумма с общего моего чека, снимается сумма вот это за бутылки. Вот, и что сейчас нового в Нидерландах, потому что мы с вами сегодня разговариваем о новинках, да, с 1 апреля, правда, это уже введено, но все-таки нужно этим поделиться с вами, чтобы вы знали, на данный момент также можно сдавать и жестяные банки от напитков, от Кока-Колы и других каких-то напитков. Опять же, если вы видите на ней вот такой значок, ее можно будет сдавать, и за нее вы получите тоже по 15 центов за жестяную банку. Не забывайте, собирайте эти банки, не выбрасывайте просто так 15 центов где-то на улице, либо в мусор. Например, главное знать, что бутылки пластиковые, на них обязательно должна быть этикетка со штрих-кодом. Это обязательное условие, и на жестяных банках тоже штрих-код должен быть не помят, банка не должна быть испорчена, храните ее просто в ровном состоянии, я знаю, что это не очень удобно, но все же, и вот так вы должны сдавать эти бутылки и банки. И на бутылке пока это не обязательно, но лучше, если присутствует крышка от бутылок. Кстати, на данный момент в Нидерландах уже многие напитки, такие, например, Кока-Кола, я знаю, что Кока-Кола уже у нее крышка не до конца открывается, то есть она открывается, откручивается, и она остается на бутылке, то есть вы не можете ее просто так взять и выбросить. Это сделано опять же для того, чтобы люди сдавали бутылки вместе с крышками. И я знаю, что в будущем, много информации сейчас вам рассказываю, но я знаю, что в будущем бутылки нужно будет обязательно сдавать только с крышками, без крышек не будут принимать. Ну вот, но на данный момент принимают и без крышек, и с крышками, но главное, чтобы была этикетка и чтобы был хорошо виден штрих-код. Поднимается в Нидерландах на все цены снова, продолжают подниматься, но в то же время поднимается минимальная зарплата. На данный момент, если вам исполнился 21 год, и вы работаете full time, то есть полную часовую неделю, тогда минимальная зарплата для вас составляет 1995 евро бруто в месяц. Бруто это еще до выплаты налогов, то есть после выплаты налогов будет немножко меньше, но у каждого это по-разному. Если же вам еще не исполнился 21 год, вы младше, моложе, соответственно, и зарплата будет минимальная тоже немного меньше. Также это касается и выплат, пособий, они тоже поднялись, и теперь пособие по безработице, например, поднимется примерно на 3,13%. Есть еще одна интересная новость. В Нидерландах во время коронавируса у нас было специальное приложение под названием CoronaCheck App, и в этом приложении у вас была возможность сохранять все ваши вакцинации, QR-коды, да, то есть если вы переболели коронавирусом и вы ходили, делали тест, то вы можете также внести QR-код, чтобы переболели коронавирусом и так далее. Так вот, сейчас, на данный момент, это приложение больше не действительно, так как сказали, что если вы путешествуете по странам Европы, у вас больше нигде это приложение не спрашивают. Это больше не нужно на данный момент. Единственное, если вы будете путешествовать куда-то за границу, уже вне Европы, и там вам понадобится такой QR-код, вы всегда сможете его запросить через это приложение. Но вот такое обновление есть, что больше нам не нужны QR-коды, если вы находитесь в Европе и если вы будете путешествовать по Европе. Ну и, конечно же, главная новость, которую сейчас на данный момент все обсуждают, это развал нашего парламента. Наш парламент на данный момент рухнул. Он временный, и нас ждут новые выборы, по-моему, где-то в ноябре. Почему рухнул парламент? Все это, конечно же, из-за темы кризиса с беженцами в нашей стране. На данный момент очень много беженцев, большой поток, и в прошлом году тоже был большой поток беженцев. И кабинет хотел разделить беженцев на две группы. Группа А – это те беженцы, которые преследуются в своей стране, например, да, и группа Б – это беженцы, которые бегут от войны в своей стране. Так вот, беженцы, которые относятся к последней группе, группе Б, которые бегут от войны, хотела партия Faith and Day немножечко сократить их пребывание здесь и также немного, как говорится, ограничить их право на восстановление семьи. Но другие партии были с этим не согласны, и вот на этой теме рухнул парламент. Что будет дальше, мы не знаем. Ждем выборов и, наверное, посмотрим уже, как будут обстоят дела. Конечно, ситуация неприятная, когда временный парламент, все может произойти, такая уязвимая ситуация, но от нас это не сильно зависит, поэтому просто ждем. Беженцев из Украины на данный момент это не касается. Речь сейчас идет о других беженцах, которые идут по другой процедуре, не по временной защите. То есть для беженцев в Украине ничего не меняется, все остается в силе. Все, о чем я рассказывала в своих предыдущих видео на канале, все пока остается в силе. Если будет что-то новое, конечно же, я сразу дам вам об этом знать здесь у себя на канале Holland and Me. Ну что, ребята, я хотела с вами поделиться вот такими новостями. Надеюсь, они были вам полезными. Если это так, обязательно ставьте пальчик вверх под этим видео прямо сейчас. Конечно же, подписывайтесь на канал, кто этого еще не сделал, чтобы не пропускать новые видео. Делитесь также в комментариях, о чем вы уже знали, о чем я вам сегодня рассказала впервые и этим самым помогла вам. Обязательно делитесь в комментариях. Ну и, конечно же, пишите, как проходит ваше лето, кто из вас собирается в отпуск, а кто уже, может быть, где-то побывал. Мне тоже будет очень интересно почитать ваши комментарии. Всем замечательных выходных и увидимся, как всегда, на канале Holland and Me на следующей неделе. Я вас буду очень ждать. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok